здравствуйте подписчики моего канала зрители данного видео сразу набирают сегодня у нас какое число 18 октября 2018 года вот наши свиноматки покрытые по второму кругу уже значит одна свиноматка так мы не смогли ее сучить короче мы ее выбраковали я хочу сказать по ее весу потому как мы ее продали получился вес у нее 150 килограмм то есть мы ее сдали вес ее был 150 килограмм по 41 килограмм это получилось 6 тысяч грей что я хочу сказать после того как свинку знакомый там мясник ее брал короче свинья оказалась полностью мясная как бы сала они практически не было это вот рыжая у нас такая же фигня я к тому веду что повод ну как скажем по признакам допустим они там нету ярко выраженных признаков ландра сам я не знаю еще какие-то там очень получается что я хочу сказать они хоть и переводки но мясного направления возможно конечно и рацион кормления с использованием бмвд дает знать ну и плюс естественно генетика да в которой намешано вот у рыжей и у белой этой были ну конкретно было видно там ландрас был как бы доминантный ландрас а остальное было там неизвестно что но это все дало неплохой результат и в принципе свинья получилась очень мясная практически без сала она и была длинная жаль я не снял уже ее в конце у у меня есть там пару вину если кто кому интересно можете глянуть в общем 150 килограмм живого веса в принципе это это 150 с учетом что мы ее взвешивали уже после того как кровь спустили плюс откинули по-моему кила два или три ну у нее был вес 153 там получается я это мне кормил за 12 часов в общем у нее в принципе даже около 160 килограмм был вес ну просто когда берешь когда свинью знакомый мясник в общем ну короче вот так вот у нас получился вес который мне оплатили был 150 вообще ради до 160 весил я к чему веду это после того как она привела ну то есть родила 14 поросят 14 вдумайтесь это прошел месяц после того как она полтора где-то поскольку она просилась поросят она не захотела принимать кормить не захотела меня два раза пыталась укусить 1 поросенка загрызла из тех 14 выжило всего 6 в общем она не так утомила что после того как она не хотела покрываться еще ее судьба сразу была предрешена хотя очень сильно хотел оставить и она она была во-первых большая свиноматка быстро выросла она была побольше чем вот это вот у меня сейчас стоит килограмм на сто двадцать сто тридцать но это она после того как выкармливала поросят да и она их выкармлива хорошо сама сильно похудала уже поправляется уже приходит в норму кстати поправляется это буквально две недели она уже стала походить на свинью а не на дистрофика елки сейчас мы их выпустили травки пощипать и духа там нарвал травы в поле хотя у нас сейчас травы уже нигде нет в принципе осень ну плюс они в принципе они получают свои витамины кстати о витаминах сейчас будем их на выходные на опасные по свободе может завтра послезавтра уколем я взял витамины проколем они у нас сейчас на этом сам кстати эксперимент делаем одна свиноматка да многоплодие увеличивается улучшается покрытие она она во первых входит в охоту быстрее во вторых процент до водотворение увеличивается без сам мы посмотрим по оконцовке будет ли разница допустим сколько она по они привели одинаково по 8 поросяток у каждой было соответственно можно считать что не примерно хотя вот та вот та вот вот та вот белая маша вот а маша она больше такая лесная и она так и росла у нас быстро это такая больше вандрас а то больше какой-то то ли петрен то ли не знаю но это вандрас но это не ну не вот не начинают писать в комментариях у ландраса уши вперед да слов нет брали хряка ландрас из него получились дети такие ландрасы что путал ландраса яйца подпадали за таких ландрасов намешано там нормально соответственно и это свинка тоже что-то там намешано но по конституции смотреть на просто чтобы она была длинная а вот это она я изначально знаю что она будет мясная потому что у меня знакомый и он таких уже держит поколение три и у него сава не выпросишь ни в когда он сам режет продает заказываешь вова сава кричите его возьму себя разве что на срезаю ну говорю свинью же резал так говорит не бывает у меня у свиньи и сала кило полтора два отца на грудине все и верну там ну тонкая на шкуре там чуть-чуть это не сало в общем в общем она будет мясная однозначно и от нее дети тоже будут мясные но те кстати или ход я не знаю вот посмотрим от рыжей лучше растут быстрее в принципе все что я хотел показать большей степени я пишу этот дневник больше даже для себя то и кому будет интересно вот свиноматки 2 уже идет две недели они супоростные по второму кругу возраст тупо купали тупо купали по 8 ноября эту эту вот этой вот уже есть а это даже еще нет наверное да получается где-то плюс-минус месяц это год и вот они уже по второму кругу у меня оплодотворенные скажем так уже покрыты все они уже судя потому что они в принципе ну вот должны перегуливать были 14 дней они должны были перегули никто там не думает перегуливать плюс хряком два раза покрывали нормально должно быть в общем куда пошла куда пошла давайте траву дощипали валите в своей эти одна на отдых все свиноматки после поросят после опороса от корма они уже так скажем быстро до поднялись а буквально за две недели там был кошмар смотреть кости торчали сейчас он нема позвоночника не видно все затянулось а ну начинает зарастать мяском рацион питания у них снижен до стандартно три кила в день получают дырти с добавками с бмвд кстати сниму видео следующее покажу разницу в добавках у меня как раз тут завалялось два вида добавок я поняла ну как я знал короче что нечего там переэкспериментировать но взял другие но они похуже и все расскажу о том как выбрать лучше добавки до по цвету по запаху и как максимально получить прирост я мечтаю что поросята полученные от них вырастут и я их уже в забой пущу уже где-то в 6 месяцев будет вот родуем по 100 килограмм они уверенно берут и мы будем резать это все мы посмотрим соответственно мы рассчитаем затраты на них в принципе изначально я так думаю мешок добавок на голову уйдет и кил 300 зерна соответственно они за свою жизнь сожрут на порядка где-то ну ладно 300 килограмм 5 на 3 полторы тысячи гривень плюс да где-то в районе двух тысяч они съедят на еду уйдет и вот потом мы их сможем сдать в районе там 4000 ну даже если все будет нормально даже 5 я рассчитываю это 100 110 килограмм будет ну это мы все посмотрим все это покажет ну а пока все нормально все движется в нужном направлении свинки он ведут себя очень хорошо растут жрут не орут спокойные как двери выпустили погулять под на первый раз за две недели подписывайтесь на канал ставьте лайки пишите коменты всего доброго